Ваймама, кто это? Ваймама, кто это? Это кто? Кто это? Ваймама! Приехали одним днём, времени нет, дождя нет, табаки желтеют и уже начинают свистеть, что, собственно, плохо. Валера! Запоздал я с обломкой однолетнего прироста, лишнего. Вот такая картина на земле под каждым деревом. Нужные остались, ненужные удалили. Валера! Для чего я обрезаю деревья? Вот смотрите, какие яблоки. Обязательно нужно делать обрезку деревьев, чтобы вся сила шла в плоды, а не ненужные побеги однолетние. Валера! Вот такие дела в парнике. Сильно загущено, но я вот тут распорки понаставил. Стало посвободнее. А то, думаю, солнца будет мало и ничего не получится. Ну, теперь вроде всё проветривается и солнца должно хватить. Уже есть первые огурчики. Сейчас покажу. Ну, вот, например, буду его срывать, потому что сегодня уезжаем, и он превратится в переросток. Ну, вот ещё есть. Оп! Валера! На черешне сильно отросли побеги однолетние, пора их подрезать. Вот так и обрезал. 50 сантиметров оставил. А это лишнее. Больная груша, которую мы лечим. Вот, помните эти страшные листики. Ну, вот, прирост однолетний, новый, чистенький. Вроде бы. Сильно она приросла. Сейчас укорочу. И будет дальше расти. Вот, в итоге, что получилось. Теперь она не такая растрёпанная. Центральный проводник не трогал. Пусть растёт дальше. Валера! Посмотрим на виноградные прививки. В каком состоянии. Вот, смотрите, здесь с кончика соскочил и засох. Кончик, но почка живая. Посмотрим, примется или нет. А вот здесь почка проснулась. И эта прививка прижилась. Здесь пока ждём. Здесь тоже пока ждём. Вот так вот галопом по Европам пробежались, приехали, переночевали, искупались на пруду. Палили, обрезали, что смогли. И едем в Воронеж. Валера! И вот мы уже в Воронеже. Быстренько слетали в Архангельское. Как говорится, бешеные собаки 100 километров не крюк. Сделали... Сделали даже 130, да? Сделали все необходимые дела. Попробуем сегодня вот это пиво. По смешной цене я купил в окей. Сказать, что не пробовал я этого пива никогда, я так не скажу. Но я уже не помню ощущения от этого пива. Поэтому... Сейчас попробуем. Понравится, не понравится. И ещё... Хочу показать вам вот такое пиво. Да? Это так называемое зелёное пиво. Это свежее, розлитое пиво. Ему ещё созревать... Пару недель. Поэтому... Мы сегодня его пробовать не будем. Просто я его представил вам. Это... Замечательное ячменное пиво. Я когда его разливал... Сумасшедший был запах банана. И на вкус тоже я попробовал... Тоже банановый вкус у него. Почему банановый вкус? Да потому что это пиво было сброжено немецкими дрожжами. Из немецкой пшенички. Была дегустация совсем недавно немецкого пива. Шнайдер Вайс. И там были живые дрожжи. Ну вот на этих самых дрожжах и... Было сброжено это пиво. Небольшое количество. Одна кега. Потому что боялся. Вдруг не получится. Ну по-быстрому сейчас попробуем. С Ириной Серьевной. Жигули барная. Валера! Ну наслаждение от этого я в общем не получила. За 36 рублей можно брать. Ну сейчас вода стоит дороже. Все. Ждем когда созреет вот это пиво. На данный момент оно замечательное. Посмотрим как его улучшить или ухудшить время. И еще и задумка сделать пивной квест. Не пивной фест. А квест. И что это? Ну это в следующем видео. Ого. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания.